Всем привет! Сегодня мы сделаем несколько видео переходов для ваших анимаций. В After Effects такие переходы называются Shaping. Они работают по принципу шторки, закрывают на какое-то время экран и в этот момент происходит смена видео. Они применяются для монтажа видео и в Motion Graphic. В изготовлении этих переходов нам поможет аддон Commotion. Я уже показывал как он работает в видео про трансформацию автомобиля. Ссылка на аддон будет в описании. Начнем работу с камеры. Выровняем ее по одной из осей. Все действия будем проводить с видом из камеры. Ставим сцену плоскость, масштабируем ее, чтобы она перекрывала весь экран по высоте. Отрегулируем ширину по вкусу. Жмем Ctrl A, Alt Transforms. Добавляем модификатор Bevel. Меняем область применения с ребер на точки. Крутим Amount и сегменты пока не получим скругление плоскости. Разместим этот элемент с краю экрана. Добавим модификатор Array. Увеличим количество копий, чтобы они перекрывали экран. Отмасштабируем немного, чтобы подогнать по ширине экрана. Применим все модификаторы. Идем в Edit Mode. Выделяем все. Жмем P, Buy Lose Parts. Теперь каждая плоскость это отдельный объект. Идем в Object Mode. При выделенных плоскостях жмем Object, Set Origin, Origin to Geometry. Сдвигаем все объекты за экран. В первом кадре ставим ключ на перемещение. Идем в 20 кадр. Теперь сдвигаем объекты так, чтобы они закрывали весь экран. И ставим второй ключ. Копируем его в 60 кадр. Далее идем в 80. Передвигаем объекты за противоположный край экрана. И ставим третий ключ. Получилась вот такая анимация. Теперь воспользуемся аддоном Commotion. Поставим 3D курсор с левой стороны от объектов. Жмем Offset Animation. Теперь анимация выглядит гораздо интереснее. Это будет наш первый переход. Перейдем в рендер Workbench. Освещение ставим в режиме Flat. Раскроем вкладку Film. Ставим галочку transparent. Настроим материалы для всех объектов. Я воспользуюсь готовой палитрой сервиса Adobe Color. Сервис очень удобный для всех, кто занимается графикой. И как мы все любим, абсолютно бесплатный. Назначаю цвета из палеты всем объектам в сцене. Выделяем все объекты и смотрим в каком кадре стоит последний ключ. Ставим общую длительность анимации по этому кадру. Перехожу в режим рендера. Смотрим, что получилось. В настройках рендера ставим папку сохранения и формат выходного файла. Я оставляю секвенцию изображений в формате PNG. Жмем Render и сохраняем наш первый переход. Render Workbench работает очень быстро. Сделаем следующий переход. Теперь мы поставим 3D курсор по центру объектов. Жмем Offset Animation. Анимация выглядит по-другому. Это потому, что в окошке сортировка стоит значение курсор. Это значит анимация будет начинаться и смещаться относительно курсора. Если мы поставим курсор с правой стороны, то анимация будет начинаться справа. В окошке Offset мы можем указать количество кадров, на которые смещается анимация каждого объекта. Поэкспериментируйте с этой настройкой, чтобы добиться нужного вам результата. Меняем путь сохранения и делаем рендер. Это будет второй переход. Сделаем третий. В окошке сортировка меняем значение на Random. Выделим все объекты. Жмем Offset Animation. Теперь все плоскости сдвигаются случайно образом. Меняя значение Seed мы меняем рисунок этого смещения. Это будет наш третий видео переход. Сделаем его рендер. Следующие три перехода мы сделаем продублируя все плоскости и расположив их зеркально. Но мы не можем просто скопировать объекты, потому что на них уже есть ключи анимации. При проигрывании анимации они просто возвращаются в исходную позицию. Отменим эти действия. Создадим пустышку. Выделим все объекты. Теперь через Shift выделим пустышку и жмем Ctrl P Object. Теперь все объекты привязались к пустышке. Выделим их и пустышку. Копируем выделение. Теперь у нас есть две копии массивов объектов, каждый на своем месте. Второй массив у нас уже выделен. Жмем S, Y, минус 1. Так мы отразили объекты и анимацию. Теперь расположим их в нужном месте. Не забывайте копировать и перемещать объекты надо только по одной оси, чтобы в конце не было проблем с анимацией. Делаем рендер этого видео перехода. Меняем в окошке сортировка значение снова на курсор. Выделяем нужные объекты. Ставим курсор в нужную позицию и жмем Offset Animation. Так мы получаем еще два видео перехода. Поэкспериментируйте с формами объектов и с этим аддоном. С помощью этой техники вы можете создать много вариантов своих анимаций. Чтобы об этом видео узнало больше людей, оставьте лайк и обязательно подпишитесь. Это все помогает продвижению канала. Всем хорошего дня. Пока.